Привет, мои дорогие друзья и зрители! Мы второй день в Барселоне и сегодня мы отправляемся на Монджуик, на канатную дорогу, фуникулер, гору и все, что мы сможем там увидеть. А сейчас мы отправимся на автобус сначала, чтобы доехать до метро, но я не знаю, когда он придет. Вот остановка этого автобуса, которую мы будем ждать полчаса. Идти куда-то пешком бесполезно, потому что в радиусе километра здесь нет ни одного магазина, ни одной закусочной, ни одного бара, ни одного ресторана. В общем, здесь нет ничего, здесь только виллы и хоспиталы, то есть больницы. Вот мы живем на этой улице с прекрасной вагенвиллей, причем она такая разноцветная, по всем балконам. А сейчас уже январь, но она прекрасно себя чувствует. По-моему, лучше, чем летом. Поэтому мы стоим и терпеливо ждем автобуса. Он обязательно приедет и довезет нас до метро «Пенитенс». Одинокая тень, освещенная солнцем. Вот такой маршрут нашего автобуса. Да, и тут даже есть расписание для тех, кто особенно. Вот 12-31, то есть мы уже 15 минут ждем, и еще 15 нам надо ждать. Но вот тут вот все его загогулины, если это можно как-то разобрать, я не знаю. Нет, вот такое у нас интересное место жительства нынче. Агуст называется фонд. Не экономьте на отелях, берите отели в центре. Потому что иначе вы будете терять время, как мы, вот так, ожидая автобусов, метро, тратя кучу денег на билеты. Мы сначала ездили по 2,40 на каждый транспорт. Одна поездка – 2,40 евро. Всего тут несколько остановок и 2,40. Потом мы все-таки купили эти билеты, которые там family. У меня на 8 поездок за 10 евро. А в Вите мы купили на 11 поездок, что-то 11 с чем-то евро. В этот раз задержались на 3 дня. И сегодня будем ездить по этой карте. Вот народ собирается. В наше непростое время многие хотят переехать в другие страны. Чтобы релацироваться в Болгарии, вам необходим опытный юрист. Знакомьтесь, Славея Димитрова, болгарский юрист в области миграционного права и болгарского гражданства. Славея – отличный юрист. С большой практикой 10 лет. Это честный и порядочный человек. Если вам нужно ВНЖ, ДВЖ, ПМЖ и болгарский паспорт, обращайтесь. Проверено на личном опыте. Говорит на русском и английском. Координаты на экране и под этим видео. Это наш автобусик приехал. Ура! Ола! Здравствуйте! Да-да-да! Там такое табелое, там написано. Куда мы едем и куда приехали? Мы приехали к метро, а вот наш автобус. Погоди, посмотрим на него. Такой маленький-маленький. Район метро, ни одного ларька, ни одного магазина. Вообще ничего. Беднота. Да-да-да, всё, мы поехали в центр. Ну, баби. Вот так. Спасибо. Спасибо. Да, я смотрю, куда правильно войти. Ну ладно, нам на всё равно куда-то выдвинуться. Ага. 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 Ты должен взять еще один. Да. Спасибо. Да. Ага. Ага. Ты должен идти вот так, да. И посмотрите на то, что-то зубовое. Ага. 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 Ты должен идти. Ага. Спасибо. Спасибо. А фуникулёр. Да. Нам надо вот где-то здесь. Вот от мама. Нам надо вот здесь. А, вот. Фуникулёр. Фуникулёр таманжиик. такой тоннельчик на фуникулер вот он наш фуникулер через пять минут он отправляется может быть там есть места где-то зайдем последние да вот этот манку и манджуик манджуик нет это буквально читается как не знаю называется манджуик вот этот 150 автобус который тоже идет билеты в интернете мы не взяли поэтому нам придется ставить такую очередь на канатную дорогу на этой улице напротив входа на канатную дорогу расположены информационные ларьки где можно взять туристическую карту о горе манджуик наша цель на сегодня подняться крепости манджуик она расположена на самой высокой точке одноименной горы на высоте 177 метров мы с вами уже взяли билеты по 15 евро на человека и приглашаю всех прокатиться с нами на канатной дороге до самой вершины Лоу-склу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok По описанию столько остановок Удачи вам! Хорошей прогулки! Приятного дня! Наши соседи по кабинке Оказались русскоговорящими И мы смогли обменяться Впечатлениями о Барселоне Обычно пишут, где мы... Да, вот туалет, видишь, есть здесь Здесь и здесь кафе Ага, музей-милитар Смотри, сколько там народу Вау! Тут Марина Барселона внизу Обалдеть! А мы туда можем спуститься Красиво! Просто там торговый центр есть Который, наверное, не работает Вон там он По-моему, он Марине прямо Красота! Видно, сколько мусора в ней Да? Ужас! Заряжен! Да, сейчас как нажмет Иди, сфоткаемся, пушки! Мы с вами приехали к крепости Наиболее затратным путем Но зато более живописным Мы потратили на человека 17,4 евро Можете доехать от площади Испании За 2,40 И можете от площади Каталонии Проехать на туристическом автобусе Современная крепость Это прекрасный образец Военной архитектуры 18 века Строение по своей форме Напоминает пятиконечную звезду И до того, как стать музеем Здесь была тюрьма В этой тюрьме В 1940 году был расстрелян Руководитель правительства Каталонии Луис Компанис Тюрьма на Монжуике Была до 1960 года А еще через 3 года Здесь открыли музей военной истории Говорят, что в древности На месте этой крепости находилось Еврейское кладбище А Монжуик переводится как Еврейская гора Поэтому долгое время на горе Не было никаких построек Очередную пушку Несколько пушек таких И к пушкам у нас особая тяга Мы сюда приехали не из-за музея военной истории А просто погулять, полюбоваться видами Барселоны В окрестностях крепости Находится множество парков, садов И разнообразная растительность Очень красиво сверху Посидим На солнышке Все на деревяшечках Сидят, лежат Вокруг крепости гуляют огромное количество людей С собаками На велосипедах Все друг за другом Красота Позыграть Начинаем прям на шапочку Тихо Нормально? Ммм 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 Более Маленькие Лаше Это гучина Гучая такая Сидись Ой, смотри, какой артый объект. Вообще. Какие-то будут игрушки. Мы прошли вокруг крепости и, к своему удивлению, не встретили ни одного туалета, ни одного кафе, редкие скамеечки. Но мы не забываем, что сейчас январь, вероятно, летом дела обстоят намного лучше. Так это для поднятия на крышу. Бар-кафетерия есть, пожалуйста. Я не знаю, чтобы спросить. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Окей. А мы можем тут пойти бесплатно. Ты можешь идти? Что? Экзит. Экзит. А. То есть бесплатно входа нет? Да. Оно сказало вниз. Там два бара. Ни в туалет, ни в кафе нам пройти не удалось бесплатно. Хотя говорят, что здесь есть какой-то еще вход в это кафе. Есть лайфхак по поводу посещения крепости. Если вы будете здесь в воскресенье, то за три часа до закрытия вас пустят бесплатно. Мы приехали слишком рано. Надо было приехать на час позже. Вон там хорошая обзорка. Зеркало. Ага. Ну это вниз спустите. Там есть больше площадка. Мы спустились вниз на смотровую площадку Мирадур. Посмотрели еще оттуда виды. Такие они любят, видимо, вот эти сосны. Без листьев. Больше всего, конечно, нам понравилось кататься на канатной дороге. Прекрасные виды, никакой очереди. Особенно на спуск. Это было самое главное в нашей достопримечательности. kinda боится семья. У, нет. Прекрасные виды, нипowsкая거나, упрямь не спустя. Нам надоters croire. Давайslopeем. У меня нет点 во вторник. Для私,鏡ель the sky. С цеп Tza Tzvo считаете, Субтитры сделал DimaTorzok 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 Старбокс вручают DimaTorzok Мы шли на станции Диагонали И попались в Тарбокс Ужасно устали Диагонали После этой горю манджи Настало время показать наш отель То есть это апартаменты, в которых мы живем Потому что помахать рукой нашим зрителям Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все такое домашнее Такая кухня Холодильник Микроволновка Можно пользоваться Чайники Так Ну вот эта комната наша Мы здесь уже спали Три ступеньки вниз И Вот пожалуйста Комната Довольно большая Тут даже на Несколько человек То есть не на двух Вот двуспальная кровать И односпальная Ну тумбочки конечно Шкаф огромный Телевизор Столик Тут есть естественно Санузел Биде Даже есть видите Все довольно скромно Аккуратно чисто Ну вот на такой высоте Я нахожусь А да Вот что я вам не показала Самой красотища Видите какой пропеллер Это просто Самолет Видимо когда здесь жарко Он дает прохладу Ой смотри Какой театр Это мы вышли из метро Лисея Оказывается театр Ден Лисея Ну туристы как обычно Полно народа Как непривычно смотрятся Без листьев Да Деревья без листьев Можете найти Два отличия Как мы ходили На экскурсию здесь С гидом экскурсалов Да Это был октябрь Это был октябрь Да Сейчас у нас январь На улице Рамбла Мы оказываемся Каждый свой приезд Барселону Это самая известная Пешеходная улица Она очень красивая И тянется на 1,2 километра Между площадью Каталонии И памятником Колумбу Он на домке не едет Да Похож 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 Не Он показывал Что где-то вот Типа вот там Да Вот так Мы гуляли по этой улице С профессиональным гидом Я оставлю ссылку Посмотрите Это очень интересно Ну, здесь вот Мы бы голодные Не остались с тобой Да Нам здесь и не рекомендовали Питаться Ну, пришлось бы Ну, вон там ресторан есть Кубип какой-то Табс Я думаю, там Даранду Это тут служба Да 11,95 Вот 11,95 Паяли Ну, что-то Нормально Ну, а что это День Я что-то вообще не пойму Это вообще не цена Да Что это Не успешно Что это Новогоднее, да Ну, это сумочка-подкрутка У всех на куртке У меня и на животе Не, не у всех У меня тут подкрутка Вот Чтоб тебя никто не взял Не заметил Чтоб тебя никто не взял А это памятник Фредерику Солеру Каталонскому драматургу Основателю национального каталонского театра Солер Каталонскому драматургу Каталонскому драмата Каталонскому драматургу Скорее Ну, это дешевле Если бы не наступить Ну, сейчас Что там Не знаю Я сфотографировала Не знаю Нет Не знаю Путь и день даже прямо загоняет до стола. Не говори, некуда сесть. Куда это мы подрулили? Мы уже эту станцию метро прошли. Да? А это что метро? А это площадь Колумба, да? Все только на площадь Колумба. По львам, тиграм и прочим. Вот так мы сейчас по кругу облетаем тигров. Монумент Колумба. Это наш фингс? Да. Да, турист информация. Была. Облетаем Колумба со всех сторон. Смотрим на него. Сейчас будем с другой стороны облетать. Я хочу Колумба снимать. Сейчас. Ну ладно, с той стороны. Вот этого тигра только снимем. Так. Тигра, а это Колумба. Наоборот. Это Колумба. Так тигра. Ну конечно. Все. Я знаю, куда мы идем. Там остров. А на острове там супер шоппинг-центр для миллионеров. Мы туда идем. Ура! Сейчас мы будем делать. Давай водички купим. Нет? Не есть. Попробуй еще заплачивать. Да. One bottle of water. Not cold. Thank you. Okay, thank you. 180. В прошлой экскурсии мы не ходили по этому мостику. И сейчас мы по нему пойдем. Вот мы сейчас по мостику в шоппинг-центр. Снимем такой контент классный. Да, как обычно. Держи. Жор. А тут вот есть вкусненькие гофры. О, как вкусно. Ааа, гофрами. Китайцы делают. Да. Ну, гофры тоже можно. Я думаю, они тебе сделают. Ну, пахнет-то ванилью, ты же понимаешь. Хот-дог так не пахнет. Горячий дог на пухах. Прям была Дальмар. Яхточки. Вау. Хороший. Ой. Ой. Это здорово. Павел в курсе. Объехали я. Какой аппетит? Ну что, где мой блог? Блогер здесь, иди. Давай, давай, улыбайся вовсю. Ну, может быть, я не знаю. Какая статуя в воде, смотри. Почему ты думаешь, что это он? Потому что мужик, смотри, какие ноги толстые. Да ты что, это у женщины такие толстые. Смотри, он смотрит в небо. Пусть кровь идет, нас не догонят. Вот Шупин центр Магнум, море Магнум. Видишь, мы туда идем. Что там? А, мы туда идем покупать на курточку. Конечно. А ты думал? Конечно. Может, надо что-то покупать? Ну что, вот здесь мы еще не снимали с этого мостика. Вот такой у нас вид. С мостика классный. Баландельмар, бамбина. Вон там есть для тебя, видишь, ларек открыли. Какой? Ну вот автобус. Да вот стоит для бомжей. Еще раз. Где где? Здесь мы можем что-то съесть, если хочешь. Мне нравится. Вон тут мороженое, вафля. Наверное, я не хочу. Да, не хочу. Вот вафля есть. Я хочу. Вафля есть, между прочим. Да? Да. Нужно взять вафля, кофе и пойти вон туда, на береже. Бостролючка. Ну вот торговый центр. Короче, вот наш автобусик, который мы будем есть. Кортье, да? Кортье называется. И вот здесь, в этом чудесном торговом центре, с прекрасным видом на мостик. Ну так, ну что, переходим к шопингу. Никто не берет. Ой, кролик. Крашеный кролик. А, вообще-то нет искусств. Конечно, искусств нет. Да, ну зато зимний ассортимент просто. По-моему. Все, 99, 100 евро. Бабкино платье 59 евро. Вот еще Бабкино. Ладно, вот это можно. Но и тут Микки Маус. Микки Маус. А можно без Микки Мауса. Смотри, Микки Маус. Смотри, Микки Маус. Смотри, Микки Маус. Ну да, вот это, кстати, мягкое. А вот эти, кстати, смотри, бедровки. Потрогай, она же вообще... Она же просто мягкое. Ну, не такая. Не такая мягкая. А вот это, смотри, вечернее платье. Ну, это вот солидно. Да, у меня такой был, примерно, на такой расцветке. Вот это вот точно у нас раньше такое носили. Букле называется. Букле? Вот свитер с сердцем. Куча сердца. Ну, вот это симпатично. Если бы убрать Микки Мауса. Ну, убрать его нельзя ниоткуда. Даже здесь, вот, посмотри. Мне вот это нравится, но без Микки Мауса. Можно без Микки как-то обойтись? Даже здесь. Нет, это кошмар. Можно везде... Ну, слушай, это действительно... Да. Там еще и наверху. Да, на скайпе. Ай, ну это вообще... Да. Вот такая мне нравится. Слитер вот такой. А! Почему она такая толстая? Тепленькая. Ну, вообще толстяная. Ну, вообще-то она не такая толстая. Это ревинчик такая. Да? Ну, недорого. 44. Нет, вот это вот, да. Это мне достаточно настолько... Да. Что я такие уже давно не нашу? Я ношу только, ты же знаешь, только вот то, что на мне. Ну, хорошо, никого нет. Вот это я люблю такой шопинг. Вот это наш шопинг. Так, Джек и Джонс, и что? Ну, возьми такую, померяй. Сколько стоит? А она какая-то другая. Да. 39, это 40. Это дорогая. Да, и она более толстая, по-моему. А та более тонкая. Вот три штуки по 35. Три штуки и будет 35. Ну, и зачем они мне три штуки? Ну, две мне, одну тебе. Ну, надо все три. Что все? Тебе. Вот такой прекрасный вид открывается из этого торгового центра на Марину. Мария Магнум, шопинг-центр. Хочется покататься на карусельке, на лошадке. Так, а здесь вот подземные парки Марии Магнум. Там яхтинная пристань. А мы выходим здесь. Интересно. Тут даже есть остановка автобуса. Вот еще один мостик. Ну, по-другому мостику. Так, вот это шведы. Так, вот это шведы. Да, и характеристики. Может, они хотят купить? Так не похоже, правда? Какая агрессивная. Почему? Похоже на подводную лодку. Да? На пучки, видишь? Ага. Красавица. Как она красива тут выглядит. Посмотрите, какие прекрасные яхты стоят в порту Барселоны. Если название выбить в гугл, можете узнать владельца. Райлли. Цирк. Цирк, цирк, цирк. Свернут. Да, да, да. Или здесь? Слева. Нам туда вообще. По идее. Да. Если на старой машине. Кальмары. Ага. Непонятно, правда? Вот оригинальная конструкция мостика. Он разводной, говорят. А под ним просто дорога. Обычная дорога. Да. А что такое капитана-генерал? Мы сейчас сюда зайдем. Мне это нравится. Мы идем на площадь Ла-Мерсе. Это фонтан Нептуна. Поворачиваемся. И вот она. А это цирковь Ла-Мерсе. Цирковь Богоматери Милосердия. Это стиль позднего барокко. Здесь хранится образ покровительницы города Богоматери Милосердия. Типичный домик. Хотельская колония. Это тоже отель, я думаю. А мы с вами отправляемся на метро. Сегодняшняя прогулка закончилась. На входе в метро нас встречает живая статуя. Завтра мы уезжаем из Барселоны. Наш последний день в Барселоне. Накрапывает дождик, холодно. А у нас поздний вылет. Да, мы находимся на площади Испании. А мы с тобой пойдем сюда. Это бывшая арена для боевиков. Сейчас там находится торговый центр. В центре площади Испании красивый фонтан. Какая скульптура монументальная. Просто красота, правда? Вон там можно подняться, видишь, на лифте. На верхушку. Вот здесь мы и проведем свое время. Вон там, смотрю, моя площадка. Смотри, подъемник. Мы туда потом сходим. Центр коммерсиаля. Работает. Здесь теплее. Надо куда-нибудь забраться. Так, ну ладно. В общем, нам с тобой все равно. Сколько тут этажей. Будем экскурсию делать. Вот в середине находится арена. Побеги. Побеги. Ура! Вот здесь такой указатель директории. Где что находится. Что ты ищешь? Вот то, что в отце. Ну, сейчас посмотрим на арену сверху. Так, Манга потом дождет. Вот так. Вот так. Красиво мы развлекаемся. Торговый центр просто огромный. Эскалаторы, лифты, переходы. Кругом рестораны. Ну, магазины, само собой. А самое главное, что наверху находится прекрасная смотровая площадка. И мы туда сейчас отправимся. Естественно, вместе с вами. Здесь наверху есть дискалаторы. Выход с нас, мы прямо в нашел. И мы сейчас туда поднимемся. Отрядом с Хэппи. О, красота. Веселый терраса. Ну, ничего. Волон. Какой красивый вид. Ныне холодно. Все интересные объекты площади Испании вы увидите на этом табло. Все снято. Вообще шикарно. Все. Красивая картинка. А сейчас посмотрим, что в натуре. Сегодня день явно не для съемок. Но все равно красиво. Да, там он выход на лифт, смотри. Который идет на площадь Испании. Если не боишься, будешь туда пойти. Куда? Так и не боюсь о чем. Не боишься? Нет, это лифт. А ты что? Да. А вдруг рук? Да ладно. В центре смотровой площадки находятся рестораны и кафе. А туристы бегают по кругу и снимают панораму площади Испании. Чем мы сейчас и займемся. Вот 360 сейчас пройдем. А вот так вот выглядит этот круг. Конечно, здесь надо высовывать все время. Камеру туда подать. Хочу посмотреть. Вот это скульптура. Это скульптура Жанна Миро. Известная как «Женщина-птица». Но понять скульптуру, где из них кто, удается не всем. Я снимаю издалека. Если будете в Барселоне, посмотрите поближе. Думаю, это интересно. Какой интересный парк. Вот этот парк. А как этот парк называется? Не знаю. Это парк Жанна Миро. Все, мы по крыше пробежали. Все, посмотрели. Ну а что? Вот тут, смотри, даже карта с подписчиком. С подписанными достопримечательностями. 360 панорама. Вот меню. 17.50. Мы уже 17.50 проели. А могли бы сидеть в хороших условиях. Понятно. Обычные барселонцы. Живут вот в этих квартирках. Тут обычный народ. А, вон, видишь, там есть такая арка. И в ней можно фоткаться. Мы уже находимся в аэропорту. Сюда мы доехали на 46-м автобусе, который останавливается прямо напротив торгового центра. Это самый дешевый способ добраться до аэропорта Барселоны. Цена билета 2.40. Это обычный городской автобус. На этом я хочу закончить это видео о Барселоне. Спасибо всем, кто путешествует вместе с нами. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем добра и мира. И пока-пока.